Аплодисменты 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 Виталерий Курас Аплодисменты Большой праздник собрал не только представителей клубов ПФЛ и администрации лиги, но и ведущих деятелей российского футбола! Вместе они чествовали главных героев сезона, лучших игроков и тренеров, многие из которых лично приехали получить заслуженные награды. Нашли своих обладателей и знаки за заслуги в развитии футбола Российского футбольного союза и профессиональной футбольной лиги. Непринужденную обстановку вечера, как всегда, поддерживали артисты. Конечно, праздник пьяри не мог обойтись без цыганских танцев. Яркая церемония не только подвела итог насыщенному спортивному году, но и дала заряд энергии для уже стартовавшей подготовки к новому сезону. За день до подведения итогов сезона администрация ПФЛ и руководители клубов встретились на футбольном поле. Ставший традиционным турнир, все его участники ждут с нетерпением. Победа в нем с каждым годом становится все более желанной, а конкуренция все более острой. Среди зрителей турнира попадались и настоящие звезды, которые сами могли бы усилить любую команду. Я эту форму с собой не взял, поэтому зачем? Пускай играют, у них есть свои команды, зачем вмешиваться в их борьбу, которая у них есть. Поэтому они сами решат на футбольном поле, кто сильнее, кто слабее. Поэтому это самое главное. Были звезды и на поле. И играли они так, что руководители профессиональных клубов прямо на месте могли присмотреть себе новичков. Тут в основном играют ребята, которые поиграли не только в Динамо, а и в премьер-лиге. Есть даже лучшие бомбардиры премьер-лиги определенных лет. Поэтому Динамо здесь... Ну, кто-то бы, наверное, мог, если сейчас так порежимить немножко. Я думаю, есть ребята молодые, поэтому могли бы, думаю, поиграть еще. Самый известный бомбардир, лучший снайпер чемпионата России 2001 года, впрочем, немного затаился, заняв сборной группы Запад вместо защитника. Ну, что известный бомбардир, это никак на нашу тактику не влияет. А это просто было, да, сыграно тактически. То есть ребята, те, которые меньше устали, они чуть-чуть выдвинули вперед. Я немножко подустал, поэтому держал задний редут. Начало. Судьяхо, понял, почему мне не играть? Возросший статус турнира подчеркивал новый главный судья. Амбициозным игрокам требовался максимально авторитетный рейфери, так что игрой обслуживал лично президент ПФЛ. Никаких приказов нет. Все дисциплинировано, уважительно по отношению друг к другу, ну и в том числе к арбитру. Так же, как и арбитр себя ведет, уважительно по отношению к команде. В беспристрастности арбитра сомнений ни у кого не возникло. Так что первый за трехлетнюю историю турнира выход команды администрации лиги в финал был справедлив. Болеют за них. Они стараются, достойно сражаются с такими астрономами кожаного мяча, как Красавин, Везьмитин, Ермаков. Да, что это, молодцы, достойный финал, да. Играют в сильнейшей финале, разговора и бить даже не могут. В отличие от предварительных матчей, финал получился максимально строгим. ПФЛ и Запад дисциплинированно играли в обороне и пропустили всего по одному голу. В итоге все решилось в серии пенальти, в которой точнее оказалась администрация лиги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok